Основной перевозчик областной столицы ПТП-1 может лишиться части своего автопарка из-за бездействия городских властей. Так считают представители транспортной лизинговой компании из Ярославля. Ее представители сегодня по решению суда приехали забирать у Вологодского предприятия больше 20 лиазов, но машин так и не увидели. Муниципальный перевозчик в очередной раз попросил своих партнеров немного подождать. Историю вопроса вспоминал Евгений Осколков. «Автобусы останутся в Вологде». Эту фразу городские чиновники употребляли каждый раз, когда речь заходила о непростой ситуации с ПТП-1. И многие до последнего момента в этом не сомневались. Но как только сегодня утром на предприятии приехали судебные приставы, от былой уверенности не осталось и следа. Эта история началась осенью 2013 года. Тогда муниципальный перевозчик впервые за долгие годы решился на обновление парка и взял в лизингу одну из ярославских компаний 30 современных лиазов, больше известных в народе как гармошки. Поистине большое событие сопровождалось и большими планами. Глава города Евгений Шулепов тогда заявлял, в течение полутора лет предприятие перейдет на высококлассные комфортабельные автобусы. Их будет порядка 250 и график уже составлен. Но уже спустя полгода, в июне 2014, программу модернизации пришлось пересмотреть. Из-за постоянных просрочек лизинговая компания подала на Вологодское ПТП в суд. Процесс продолжался несколько месяцев и в конечном итоге завершился в пользу ярославцев. Судебное решение мы не согласны, его будем оспаривать. Все финансовые вопросы будут урегулированы, автобусы останутся в городе. То есть это 100% и деньги на это найдут? Да, конечно. Должности на тот момент были все погашены, поэтому нам непонятна причина такого решения. Решение суда Вологодское предприятие неоднократно пыталось обжаловать, но безрезультатно. Большую часть автобусов судебные приставы должны были изъять уже сегодня и даже приехали в назначенный час. Однако намеченной передачи не произошло. Исполнительные действия не состоялись в связи с тем, что от должника поступило заявление об отложении исполнительных действий, в связи с тем, что подано заявление в арбитражный суд об отсрочке исполнения решения суда. А также в автобусах установлено дорогостоящее оборудование электронного Вологда, которое принадлежит должнику. Но истинная причина, по мнению неофициальных источников, кроется в другом. Городские власти тянут время, чтобы попытаться договориться с лизинговой компанией. Но есть и другая версия. Муниципальные предприятия намеренно ведут к банкротству. В Ярославле заявляют, что вологодские чиновники на связь с ними почти не выходили. Хотя власти областной столицы не раз говорили, переговоры ведутся, причем весьма активно. В принципе, всегда идем навстречу своим партнерам. То есть ищем возможности, но, к сожалению, в данной ситуации мы не понимаем, почему это не произошло. То есть это не от нас исходило, это исходило именно от руководства города Вологда. То есть сам руководитель ПТП-1 практически, так скажем, отстранился от дел и крайне редко выходил с нами на контакт. Но решений, опять же, он не принимал никаких. А долг ПТП за гармошки с каждым месяцем продолжал расти. Сейчас, по данным Ярославской компании, он составляет 50 миллионов рублей. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию на предприятии, погасить эту сумму разным перевозчик не в состоянии. А ждать в лизинговой компании больше не готовы. К тому же чиновники уже заявляли, действующего парка и без лязов вполне хватит, чтобы покрыть все потребности рынка городских перевозок. Правда, показать этот самый автопарк нашей съемочной группе отказываются уже полгода. Зато заявляют об очередных грандиозных планах. На этот раз о переводе общественного транспорта на голубое топливо. Уже, в принципе, есть проработки по привлечению более 90 газовых автобусов, которые как более экологичны, так и более экономичны в своем спорте. Но если денег нет, то на какие средства покупают? Ну, есть различные схемы привлечения данных автобусов, начиная от аренды, заканчивая приобретением по различным лизинговым, кредитным схемам. По сути, городские чиновники собираются вновь сыграть на удачу. Но ведь в итоге могут наступить на те же самые грабли, что и в случае с лязами. Последний рейс по улицам областной столицы они могут совершить 7 мая. Евгений Осколков, Игорь Трифонов и Дмитрий Парфенов. Новости Володы.